здравствуйте меня зовут мария я очень люблю вязать крючком вот уже восемь лет я вяжу украшение на ягодную тематику такой пример вы видите на мне и меня часто спрашивают маша как ты вяжешь такие красивые ягоды чтобы объяснить как это я вам объясню на очень простом примере вот на примере такой крупные ягоды которые вяжутся чрезвычайно просто вы сейчас это поймете что нам понадобится для вязания ягоды нам понадобится два крючка полтора миллиметра и миллиметр маленький крючок нам нужен для вязания чашелистиков нам понадобятся ножницы можно конечно использовать одни но мне удобнее 2 одними я отрезаю нитки а вот этими я наполняю ягоды синтепуха какие у нас нитки в данном случае у нас нитки роза и нитки фабрики контекс хлопок мерсеризованный 200 метров 50 граммов нитки довольно толстые также нам конечно понадобится сам синтепух он же холофайбер для наполнения ягод что еще чтобы сделать такое ушко просто берется любая блестящая ниточка веревочка и с помощью бусинки делается вот такое ушко вы видите это очень просто наша ягода вяжется столбиками без накида и основа ягоды составляет кольцо мы делаем вокруг нашего указательного пальца кольцо из нашей нити и вяжем 6 столбиков без накида в кольцо это очень просто полуторным крючком раз два три четыре пять шесть наверное самое сложное в ягоде на начальном этапе именно сделать вот это кольцо придерживаем затягиваем и вот мы получили вот такое кольцо следующий ряд будет прибавка у нас всего будет следующем ряду три прибавки через один столбик столбик опять мы в одну в один столбик делаем два раз здесь мы не прибавляем следующем снова прибавляем два в один потом у нас снова один и опять два в один при посуде связали маленький треугольничек хотя это не очень видно там где у нас была первая прибавка мы должны сделать хвостик это очень важный хвостик потому что именно от него мы начнем считать на прибавки в нашей ягоде вот мы связали с вами первый ряд потом мы делаем еще раз во втором ряду мы опять же делаем три прибавки как ориентироваться как раз от этого хвостика вот прямо в ту петлю которая находится над хвостиком мы делаем снова два столбика без накида потом мы провязываем без прибавления два раза и опять там где у нас было прибавление мы снова делаем прибавку два столбика без накида опять же мы провязываем два раза без накида и опять два столбика в один вот так мы начали нашу ягоду весь принцип заключается в том что мы делаем 7 рядов прибавляя исключительно вместе прибавки то есть у вас в каждом ряду получится 3 прибавки то есть и все время вы будете вязать 2 в 1, 2 в 1, 2 в 1 и между прибавками вы просто провязываете по предыдущему ряду это очень просто и ориентируемся на хвостик вот этот хвостик он показывает где начинается ряд первый ряд, второй ряд сейчас у нас будет третий ряд опять прибавка над хвостиком и снова вяжем до места следующей прибавки без прибавлений вот мы видим вот пошли наши столбики наши прибавки раз, два и мы прямо над ними сразу же делаем еще одну прибавку и так мы все время вяжем вяжем 7 рядов в каждом ряду у нас всего три прибавки там вот Вот смотрите. Мы с вами провязали. Раз, два, три ряда. И вот у нас уже получается по сути вот такой вот треугольник. И вот где углы треугольника, там у нас идет прибавка. По два столбика в один. Субтитры сделал DimaTorzok Такое очень медитативное занятие. Можно даже не задумываться над тем, где вам прибавлять, потому что вы просто видите. Вот и тут ваши прибавки. И вот тут. Субтитры сделал DimaTorzok Мы снова пришли к нашему хвостику. Сейчас посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот мы пошли вязать. Последний седьмой ряд, где мы вяжем всего по три прибавки в каждом ряду. Мы связали семь столбиков. Чтобы вам было понятно, что мы будем делать дальше, я опять сделаю небольшую метку. Правильно, шестого столбика прямо по седьмой я проделаю нитку контрастного цвета, от которой будем снова отплясывать. Дальше, чтобы у нас получилось такое расширение у ягоды, нам нужно делать чуть больше прибавок. Мы увеличим их ровно в два раза. То есть, между нашими прибавками мы сделаем посередине еще одну прибавку. То есть, это будет где-то через... где-то через три столбика. И, конечно, прибавки в местах наших граней. Мы оставляем. То есть, вот, раз, провязываем три раза три столбика без накида. И вот посередине делаем еще прибавку. Вяжем дальше. Снова прибавка. Третья уже в восьмом ряду. Сейчас будем делать четвертую. Раз, два, три, четыре. Прибавка. Два столбика в один. Потом опять. Раз, два, три, четыре. Прибавка идет. Два в один. Потом опять провязываем три столбика без накида. Четвертый. Прибавка. Два столбика в один. И довязываем наш восьмой ряд. Опять же делаем прибавку. Девятый ряд будет аналогичный восьмой. Прибавки там, где прибавки у нижнего ряда. То есть опять шесть прибавок в девятом ряду. Раз, прибавка. Два, прибавка. И так до конца ряда. Вот опять же, что вы видите в эту грань. Отсюда мы отсчитываем уже удвоенное количество прибавок в ряду. Двience. Двience. Дв ounces. Дв groomerяя Двш пачка. Двін. Субтитры сделал DimaTorzok Завершаем наш девятый ряд, а десятый ряд, наша такая будущая ягода, вот уже видите, оформилась практически. Следующий десятый ряд мы вяжем без прибавления, просто обвязываем девятый ряд по кругу. Это будет самое широкое место ягоды. Субтитры сделал DimaTorzok Закончили десятый ряд, получился у нас такой гоносовидный шапочек. Дальше, видите, нам нужно уменьшить количество столбиков за счет убавки. Сейчас мы будем убавлять. В следующем ряду мы сделаем всего три убавления. Видите, у нас по сути получается опять треугольная форма. И как раз в местах вот этих углов, наших граней, мы будем делать убавления. Здесь мы уже делаем не провязываем, а наоборот. Через один столбик мы сокращаем количество столбиков. Вот наша грань, мы здесь убавили. Провязываем до следующей грани. Вот основные грани. Вот вы видите, вот эта грань идет, где наши прибавки были. И сейчас прямо аккуратно над этими прибавками мы делаем так называемую убавку. Опять вяжем. Вот наша последняя в этом ряду убавка. Сейчас мы провязываем через один столбик. То есть ряд с убавками, первый ряд с убавками, да, мы сделали в местах наших основных граней нашего треугольника. Дальше больше. Мы снова, в месте, где была убавка на нашей грани, опять же ее убавляем. И вместе, где, помните, у нас было два ряда с такими второстепенными прибавками, мы также убавляем. То есть делаем шесть убавок в этом ряду. Но даже не обязательно считать, сколько нам нужно провязывать столбиков до нашей убавки. Мы просто находим место, где мы прибавляли. Вот оно, двойной. И тут же убавляем над ним. Такая своеобразная проекция убавок над прибавками. Так, вот наша грань, одна из трех основных, убавляем в этом месте. Находим наши промежуточные прибавки и здесь опять убавляем. То есть наши ягоды уже сужаются. Опять нашу основную грань. Мы прямо вот убавляем. На предыдущую убавку. И опять же наши второстепины. Эти две прибавочки. Также мы убавляем эту грань. У нас получается такая геометрическая фигура. Продолжаем убавлять. Вот мы опять пришли к началу. И продолжаем убавлять на наших грани. И вместе вот предыдущую убавку. То есть идем по убавкам. Убавляем вместе убавку. Так будет намного проще и поменьше. Чтобы нам не задумывался счетом. Вы даже можете по получающейся ягоде понимать интуитивно, где убавить, а где прибавить. Поэтому ягоды на самом деле весьма простые в вязании. А как хотите, такое делайте и в форму. Добавляем. 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 Опять пришли к началу. Начало. Ягоды. Опять же, вот она ее основная и край. Она мне тут вроде покажется не совсем симметрична. Но симметричных ягод в природе не бывает. Сейчас она все равно получится. Так, продолжаем убавлять. И сейчас, вот в этом ряду, хочется сделать уже побольше убавок. Вы можете делать просто. Вяжете два столбика без накида. Убавка. Два столбика без накида. Убавка. Уже не взирая на грани. Вот так вот резкое пошло убавление столбиков. Два убавка. Два столбика без накида. Убавка. Приказировали ряд. С увеличенным количеством убавок. Что мы сделаем здесь? И вы видите, у нас остается такая зияющая дырочка. Здесь необходимо для красивого перехода ягоды к чашелистике сделать, надо один ряд, опять же, обвязать, без убавок и прибавок. И все, сейчас перейдем к чашелистикам. Обвязываем нашу ягоду по кругу, один ряд. Маленькие ягоды мне вязать, на самом деле, гораздо проще, чем такую большую. Ну, где-то не доходя нашей основной грани, мы отрезаем нашу нитку с небольшим запасом. И подключаем, привязываем к ней зеленую нитку. Она у нас более тонкая, вот так примерно, чтобы нам довязать этой красной нитью до конца ряда. Натянуть хорошо узелок, чтобы не развязался. Отрезаем. И довязываем наш ряд красной нитью. Если чуть-чуть будет, переберем или не дойдем, это не так страшно. Чашелистики все равно скруют. Вот у нас пошла зеленая нить. Поскольку она тоньше, применяем крючок на более тонкий. И вяжем чашелистики. Наши чашелистики, это опять же столбики без накида. Сейчас я покажу, как это очень легко делается. Мы будем вязать. Каждый чашелистик будет проходить через столбик. Сейчас вы видите. Значит, мы поменяли цвет. И вводим, опять делаем два столбика без накида. Вот основание нашего чашелистика. Потом делаем одну воздушную петлю патрёма. Переворачиваем. И вяжем опять два столбика без накида. Воздушная петля патрёма. Опять два столбика без накида. Воздушная петля, два столбика. Воздушная петля для подъема. И опять два столбика. Можно так вязать, конечно, без конечности. Дальше мы сделаем несколько рядов. Раз, два, три, четыре. В пятый ряд мы делаем не два столбика, а один. Нам нужно уже усузить наш чашелистик. Воздушная петля. Один столбик. И дальше не одна воздушная петля, а три воздушные петли. Чтобы нам сделать уголок чашелистика. Делаем три воздушные петли. И в основании вот этого ряда вот так раз и закрепляем. Всё. И дальше мы идём крючком по вот этой грани чашелистика, спускаясь вниз. Просто обвязываем. Раз, два, три столбика, четыре и пять. Мы хотим сделать красивый чашелистик. Такой притайный. Мы просто у основания чашелистика обвязываем его одним столбиком без накида. Вот так раз. И вот получается такой приталенный чашелистик. И опять же в основании будем крючок, столбик. Следующий красный, скажем, от ягоды вот этот столбик. Вот в него провязываем. Один столбик без накида. И повторяем. Делаем следующий чашелистик. То есть мы делаем между ними небольшие промежутки. Опять два столбика без накида. В одну красную петлю... В один красный столбик. Петля подъема. Два столбика без накида. Второй ряд. Петля. Третий ряд. Два. Петля подъема. Петля подъема. Четвертый ряд. Петля. Опять пятый ряд. Два столбика. Петля подъема. И шестой ряд мы делаем один столбик. И три воздушные петли. Раз, два, три. И уголок. В основании. И все. И спускаемся вниз. Высоту чашелистиков можно регулировать. Делать покороче, длиннее. Так они более живописны. Опять. У основания делаем такую талию. Повязываем одним столбиком. И вводим крючок снова в основание. То есть он получается такой жесткий. И опять. В одну красную. В один красный столбик мы делаем один столбик. И так через один. Мы вяжем чашелистики. Череду их с такими промежучками. Мы вяжем чашелистиков. Пол ANE Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Для того, чтобы наполнить ягоду синтепухом, нам нужны вот такие ножницы Почему не такие? Видите, у них тупой носик То есть мы их немножко раздвигаем, но не сильно Делаем такую лопаточку из них Вот это очень удобно, во всяком случае мне И сейчас мы будем в ягоду вот сюда, в зияющую пустоту, пропихивать ножницами синтепух И очень важно пропихнуть его именно к носику ягоды, сделать его плотным Видите, как это делается? Берем небольшое количество синтепуха И вот так его Немножко так перезбираем И вот как раз располагаем напротив нашей дырочки И вот сюда потихоньку проталкиваем Нужно делать это крайне нежно Потому что ножницы могут просто пробить нитки Поэтому их нужно делать так, играючи Видите, вот сюда попал И нужно его распределить Тут уже можно поплотнее И вот так его распределять в ягоде вокруг Тем самым вы обеспечиваете равномерное распределение синтепуха Вы уже сами тут поймете, как его нужно распределять Это же вот на ощупь это делается Конечно, не хватает Берем еще синтепух Вот так его можно даже примять И вот сюда вот так вот заводить Ягоду нужно покрули Прикрутить И Проверяем И Получим синтепухом Синтепух упругий, в отличие от синтепула Такой приятный материал И Вот Еще немножко И Наша ягода будет готова. Ее не нужно очень плотно наполнять, иначе она такая будет, вся такая, раздутая. Оставлять некую свободу. Это вот исключительно все интуитивно. Тут еще немножко. Это вам даже не нужно. Чувствуете, где не хватает наполнителя, туда его и забейте. Аккуратно, чтобы не порезать наши нитки. Потому что, если порезать ниткой, нам придется распускать столбик, столбик и ряд. И прикладывать усилие к нему в исполнение. Вот примерно так вот. Крутите и распихиваете этот синтегон. Дальше мы берем наше ушко, и оно готово. вот этой бусинкой туда нужно будет вставить и довязать. Ну, так вот она вылетает. Нужно еще немножко сузить просвет. убавляем. И опять же убавляем буквально через каждый столбик. Убавляем просто уже теперь всегда. чтобы у нас здесь не было такого возвышения, да? Нужно максимально убавлять. Убавляем. и оставляем буквально небольшое пространство только для того, чтобы туда обвезла бусина. вот здесь осталась небольшая дырка. Мы добавим в нее аккуратно. Берем бусину. Вот она уже там. Можно так немножко крючком подавить. и опять же убавками доводим дело до конца. Убавляем. Убавляем. Последний раз мы делаем убавку. Немного достаточно. Отрезаем нитку. И делаем узелок. Вот. Затягиваем обязательно поплотнее. Прорезаем нашу нитку. И хвостик прячем уже внутри ягоды. Это очень просто, да? Раз. Вот и заводим. Все. Спрятали. Этот хвостик прячется точно так же. Можно отрезать. И вот так его завести. Несколько раз. Можно обмотать нитку вокруг крючка. И таким образом завести. Все. Вот немножко. Передайте ей форму. Хотя, в общем-то, она форму уже и не вытеря. И... Наши ягоды готовы. Версишки. Версишки. Убий-вэ. Версишки. Версишки. Субтитры создавал DimaTorzok